Всем привет! Я очень надеюсь, что мы успеем снять обзор на этот новый EXIT VX до того, как выйдет очередной рестайлинг этой модели, ибо у него он уже третий за последние три года. Но в России это второй рестайлинг. Пару лет назад мы уже снимали обзор на раритетный VX первого поколения. Вот здесь по ссылочке можете посмотреть, освежить в памяти, чтобы было понимание, что нового в свежей модели VX. Внешне, кстати, изменения вроде не революционные, но с ними VX стал выглядеть гораздо гармоничнее. Раньше он был просто крупным, а теперь еще и симпатичный. Хотя, казалось бы, изменилась по сути только решетка, она стала больше, и бампер изменил форму, появилась выраженная губа. Для проходимости хуже, но о чем это я? А вот под этим деловым костюмом флагмана EXIT скрывается гораздо большее изменение, и это чувствуешь буквально с порога. Он теперь выглядит гораздо солиднее и не выглядит кустарным, как раньше. Плюс он не хлипкий. Ну и салон, он принципиально новый. Выглядит эффектно, но, как водится, не без изъянов. Про задний диван я даже говорить ничего не буду, вы сами все видите. Место вагон, спинка регулируется по наклону. Эта комплектация семиместная VX, есть еще шестиместная, тогда вместо заднего дивана здесь два капитанских кресла. Третий ряд теперь с электроприводом. Это очень удобно, потому что в прошлом VX задний диван был очень тяжелый. И если его сложить, получается вот такой огромный багажник, все как я люблю. Всегда можно просто как дрова в топку бросать багаж, все влезет без всякого тетриса. Но, ибо холодно, предлагаю вернуться в салон и докопаться до недостатков. Сначала начнем с плюсов. Посадка здесь очень удобная. Кресла широкие на вид и по факту очень напоминают реально домашние кресла, в которых нет ярко выраженной боковой поддержки. Но она здесь особо не нужна, потому что атмосфера здесь такая, что хочется не газ нажимать и рулем крутить, а затопить камин и книжку почитать. Диапазоны регулировок, что у кресел, что у рулевой колонки довольно приличные, что для китайцев не свойственно. С этим, наконец-то, полный порядок. Обзорность и чувство габаритов у VX прекрасные, даже если бы не было камер кругового обзора. Но какой современный китаец без камер? Тут они тем более продвинутые, с деформацией периметра автомобиля графической и сантиметрами до препятствия. Правда, зеркало заднего вида очень маленькое, его буквально приходится искать глазами. Но при таком количестве камер и мониторов на окна вообще можно вешать жалюзи. Мониторов тут, кстати, аж три, но этим уже никого не удивишь, а вот размерчики впечатляют. У меня в детстве на кухне диагональ телевизора была меньше, чем центральный дисплей VX, а дисплей пассажира такой же, как у меня основной на ATX-L. Мультимедиа уже нового поколения, беспроводные CarPlay, Android Auto, это уже отраслевой стандарт, скажем так. Музыка хорошая, динамиков несметное количество, надпись на колонке Lion Melody. Не знаю, что за бренд, но наверняка какой-нибудь премиальный, как обычно. Динамики есть даже в подголовнике водительского кресла, а вот у пассажира нету, но я думаю, он этого не заметит, потому что он будет занят атаманкой и массажем, которых, кстати, у водителя нет. VX Citadel неравноправие. Целых две беспроводные зарядки. Android заряжается чуть быстрее, iPhone чуть медленнее. Шторка, прикольно, но мне кажется, она будет всегда открытой, потому что здесь находятся самые необходимые в автомобиле функции, подстаканники и зарядки. У меня сложилось впечатление, что над интерьером VX работали две команды. Это дизайнеры и эргономисты. В какой-то момент они поссорились и эргономистов попросили на выход, потому что в VX много прикольных, красивых всяких деталей, элементов самих по себе, которые удобными назвать не поворачивается язык. Приборная панель, точнее, приборный монитор. Я не знаю, с кого или с чего это началось, но это сейчас стало очень модным. Огромная картинка, здесь широченная дорога, скалы, закат и прочее. Но со всем мелким шрифтом написана информация. Это плохо читается, причем плохо читается у всех автомобилей, у которых есть такая система. Выглядит как условие кредитного договора под звездочкой. А вот, кстати, звездочка. Мультимедиа. Здесь стоит процессор Qualcomm 8155, вычислительная мощность которого составляет 8 триллионов операций в секунду. Так заявлено во всех релизах. Но почему-то в реальности этот процессор не может выполнить и одну операцию за секунду, особенно когда машина не прогретая. Здесь по последней моде в любой непонятной ситуации нужно свайпать. Если хочешь какую-то найти функцию и не видишь соответствующего сенсора, либо кнопки, но нужно свайпать экран. И это часто не получается ни с первого, ни со второго раза. То есть надо найти какую-то точку живого экрана, ключевую, которую никто не может найти с первого раза. И тогда, может быть, все будет получаться гладко. Музыка здесь хороша до средней громкости. Да, здесь стоит большое количество колонок, динамик в помиловнике, как я уже сказал, сабвуфер сзади. Но вот прям сильно громко слушать музыку неприятно. Во-первых, на большой громкости даже на прогретой машине начинают похрипывать колонки. Такое ощущение, что им не хватает мощности. Ну и в целом звук какой-то несбалансированный, громкий. Ну, в общем, лучше ограничиться громкостью на уровне 3-5 единиц. Тогда будет приятный звук, приятный бас, средние частоты более или менее. Второй телефон у меня на Android, и он периодически отваливается. Ну, может быть, это, конечно, связано конкретно с телефоном этим. Но, так или иначе, после перезапуска мне заново приходится подключать Bluetooth. Сенсорная кнопка аварийки это сильно. Я только за время обзора раз пять уже случайно нажал. Вот сейчас, допустим, я просто положил руку сюда, включил и выключил аварийку. Просто даже в кофте сенсорные клавиши реагируют на прикосновения. Остальная сенсорика на этом островке глянца тоже весьма сомнительно выглядит. И ладно бы, если бы был виброотклик нормальный, можно было бы вслепую сориентироваться, да? Ну, запомнить расположение пиктограмм и нажимать. Так нет, здесь нету никакого отклика. Некоторые клавиши, чтобы они включились, нужно зажимать. И это требует отвлечения внимания. Вот я сейчас буквально на перекрестке отвлекся, а это небезопасно. И вот этот вот глаз, он следит за тем, насколько я внимательно смотрю на дорогу. И как только я отвлекаюсь вот на вот этот глянец, он пишет мне на панели невнимательность. И грозно так говорит, делинь-делинь. Я в 2019 году был в небольшом промышленном городке Чунцин, 20-миллионники. И воочию убедился, насколько диджитализирован Китай. Китайцы практически все ходят вот так вот со своими смартфонами, живут в ТикТоке, в Вичате. И при этом Китай никогда не был автомобильной державой. То есть сначала Советский Союз помогал вставать на ноги автопрому китайскому. Затем покупались китайцы лицензии на производство, копирования происходили. А затем стали покупать целиком холдинги и инженеров. Поэтому общая тенденция у современных китайских автомобилей остается четкой. Это прежде всего гаджеты на колесах. Знаете, такой Android-смартфон с функцией автомобиля за 4-5 миллионов рублей. Ну, в пересчете на наши деньги. Но инженеров они покупали все-таки не зря. И на примере Cherry, то, что мы раньше делали обзор с 8 Pro Max и 7 Pro Max, и на примере других автомобилей этого концерна, видно, что с каждой модернизацией инженеры делают поправки именно в ходовых характеристиках. И здесь это очень сильно заметно. Первое и главное изменение здесь теперь не робот, а классический гидротрансформатор Aisin на 8 ступеней. И это очень благоприятно сказалось на... Это не благоприятно сказалось на цене, но благоприятно сказалось на общем впечатлении от автомобиля. VX на роботе, он был такой слегка дерганный, такой невоспитанный, постоянно там пробуксовки были при активной езде. Ну, то есть такое не очень сбалансированное впечатление составил, скажем так, VX. А VX на автомате уже по поведению полностью соответствует классу, в которой его пытается VX разместить. Ну, якобы премиальные внедорожники. То есть в любом диапазоне скоростей не получится дискомфортного ускорения, знаете, вот с этим, с кикдауном, с кивками головой. То есть я нажимаю на газ, и автомобиль буквально шелково, гладко, понарастающий, подтыкает передачи. Ускорение довольно приятное, но не экстремальное. То есть все делает плавно, все делает комфортно машина. И переключения не чувствуется. То есть как бы основное кредо VX это комфорт. Это же подтверждает и настройка подвески. Автомобиль не валки, но при этом он вполне приличный уровень комфорта обеспечивает. Довольно неплохо справляется с лежаками, с волнами. То есть очень сбалансированно машина себя ведет. Единственное, колеса все-таки чувствуются, что здесь крупные, 20-дюймовые. И вибрации неподрессоренных масс чувствуются. Хотя они стали гораздо меньше. Здесь алюминиевые рычаги. В общем, подвеска сделана по всем канонам современного автомобилестроения. Ранее уже сказал, что VX не настраивает на драйверскую волну. Здесь действительно хочется просто ехать по прямой. На трассе машина прекрасно раскрывается. Она держит дорогу и позволяет вообще расслабленно ехать. Никак не отвлекаться на процесс управления. Потому что все, большую часть делает сама электроника, подстраховывает водителя. Подвеска прекрасно держит дорогу, даже такую скверноватую. Динамики, я думаю, сорвиголовам не хватит. То есть нету здесь такого мощного ускорения. Но для большинства условий она подойдет, ее хватит. Единственное, что смущает, это расход топлива. То есть в моем понимании, двухлитровый автомобиль с турбиной должен в городе 12-14 литров при активной езде потреблять. VX за два тестовых дня я проехал 140 километров со средней скоростью 17,8 километров в час. То есть это максимально приближенные к городским условиям поездок. И в этом режиме расход топлива составил 19,5 литров. То есть расход на уровне трехлитрового V6 при активном использовании. Не могу сказать, что это достоинство автомобиля такой расход топлива. Благо, бак здесь уже побольше. 65 литров. Это позволит хотя бы не раз в три дня заезжать на заправку. Приятно удивили тормоза. Здесь довольно поздно срабатывает ABS, несмотря на то, что машина будто в триангл, в липучку, в фрикционку. И тормозит VX очень хорошо. То есть поздно срабатывает ABS, которая позволяет максимально эффективно замедляться. Первый VX ругали за посредственный полный привод. Муфта срабатывала долго, из-за чего машина вела себя как переднеприводная. Сейчас задняя ось подключается оперативнее и корректнее. Хотя система стабилизации по-прежнему сильно перестраховывается и выехать из снега под газом не получается. Можно включить режим спорт, тогда отключаться ESP будет позже. Но до рельных скольжений VX ожидаемо далеко. Итак, каков вердикт? С рестайлингом EXIT VX определенно стал лучше. Если говорить про всякие плюшки, экраны и подсветки, то в Китае без этого никуда. Любой рестайлинг должен в этом заключаться. Если говорить про наш рынок, то у нас тоже потребители все чаще и чаще рублем голосуют именно за оснащение, за визуал и эстетику. Меня же лично радует, что VX в том числе преобразился технически. Причем в принципиальных моментах коробка автомат классический сделала VX более сбалансированным, комфортным и солидным, что и подобает его статусу. Полный привод в большинстве дорожных ситуаций стал работать корректнее и машина лишилась сугубо переднеприводных повадок. Также здесь по-прежнему строгая довольно страхующая электроника, поэтому на машине не похулиганишь. И это, наверное, правильно. Остается, пожалуй, только вопрос цены. Стоит ли перечень этих всех улучшений 6 и 7 миллионов рублей, которые озвучены официальными дилерами? Ну, так или иначе, решать это не нам. Там все порешает рынок. Если будет сильно дорого, просто не будут брать, сами знаете. При этом конкурентов среди новых автомобилей у VX не так много, прям скажем. Поэтому, если вы нажмете на волшебную кнопку подписаться, то в скором времени вы увидите еще больше интересных обзоров. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok